Дорогие друзья, попытка номер два в прямом эфире записать видео обращения к вам виви новости в деле и у нас конец сезона действительно конец сезона какой счастливый не знаю кто это может быть это розовый пора на этой картинке эта картинка стала официальным презентацией нового межсезонья по-русски они вот так назвали mid-season по-английски ну либо предсезон что у нас здесь на этой картинке имеется давайте немножко пасхалок по этой картиночке поищем а потом я вам расскажу последние новости и еще парочку вам интересных вопросов задам так что не переключайтесь видео досматривайте до конца ставьте уже заранее на нем лайки на этой картинке изображен персонаж который продает в лиге легенд нам предметы если вы хоть раз смотрели на магазин то вы именно к нему обращаетесь за покупкой предметов это намек на то что у нас будут новые предметы это правда также мы видим здесь юми летающий на своей книжке есть самира одноглазая стоит здесь маленькая лулушка затесала снизу а трог стоит за спиной у самиры сверху я вижу свейна который запустил куда-то зикса который вылетел прямо у него как будто как со спины с этой стороны стоит вай катарина здесь явно чоппер от джинкс летит значит где-то за экраном джинкс и мы ее видим косу как раз таки вот она торчит сверху стоит очень плохо видно но райс вместе с трендомером потому что по лору они вместе путешествовали и по факту все здесь больше никого не осталось парочку только вопросов у меня осталось по этим часам может быть это отсылка к чему-то по вот этому оружию кто с волосатой этой рукой продает это оружие либо покупает это оружие и конечно же тимарек тимарек который спрятался здесь если кто еще каких персонажей увидел да я вижу здесь персонажи из рунтеры но они не имеют отношения к лиге легенд это все же лига рунтеры пишите это в своих комментариях может вы еще кого-нибудь увидели ну а я сейчас перехожу к новостям тайлер не взял такие себе чалика вчера максимальный пик у него был 122 лп и это был гранд мастер он мог остановиться на гранд мастере но решил попытать удачу и попытаться все же пройти партию его против тф-блейда я показывал на стриме это вот она эта партия здесь уже спойлер вам он проиграл эту игру против тф-блейда попавшись но тф-блейд специально под суетился чтобы попасть против тайлера и запечатлеться в экран даже мы этот матч прокомментировали можете посмотреть очень интересная игра на самом деле интересная игра на 40 минут шла и все это время мы ее комментировали но такие новости тайлер челлендж не сработал night blue чалика взял тф-блейд не смог взять еще один рейтинг номер один еще одном аккаунте но он уже не раз попадала в челленджеры не разбрал американский сервер номер один просто на этом аккаунте на новом не успел добрать это аккаунт кстати да ну не на этом аккаунте но у него другой есть аккаунт просто новый челлендж был а это его основной аккаунт который просто был поэлла специально сделанной для того чтобы поймать как раз таки бедного и неуклюжего тайлер перу тайлер пера кстати вчера еще в конце стрима играл за таких персонажей как и релия джакс тут где-нибудь это будет запечатлено да и релия джакс одерживал победу на джаксе это была не победа 10 минут там люди сдались а вот на и релии он просто офигел с того насколько это сильный чемпион в кои-то веке знаете для человека открылось прозрелое прозрение что есть брузер сплит пушеры которые могут убить всех игроков на карте вне зависимости от того чего они собрали но это так вам просто для того чтобы вы знали можно играть не только танков на топе но еще и релия к следующей новости переход новости переходим это игры звезд all stars event он будет происходить с 18 декабря по 20 декабря в удаленном формате здесь на русском языке есть новость я ее всю зачитывать прям дословно не буду просто вам скажу что будет противостояние топовых команды туповых сборных команд all star кореи китая европы и америки против как раз таки ближних к ним регионов корейцы будут играть против вьетнам не не вьетнамцев они против тайваньцев будет играть китайцы будут играть против вьетнамцев японцев а европа будет играть против турции и снг а америка будет играть против норд-америки ой но не норд-америки этой латинской америки конечно же норд-америка против латинской америки и бразилии мы что-то из этого конечно же будем комментировать хотя может быть и все весь ивент будет комментировать все это будет в декабре то есть еще целый месяц до него и самое главное что это все будет в онлайне опять будет 24 часовые стримы начинаться все будет наверное с азии переходить потом к вечеру европы а потом сразу в ночь в америку так было прошлом году и за два дня все собирается в онлайне райты провести пока неизвестно что паре стримингу будет ли это разрешено и либо нет будем надеяться что не будет никаких запретов на all stars event все же это немножко другого рода и события им тогда мы сможем просто спокойненько это дело прокомментировать без всяких синхронизации которым мы привыкли ну что ребята готовы сейчас будет самое интересное а более подробная новость про новые предметы которые сейчас будут у нас выходить вы увидите совсем скоро будет новый патч в этом патче я расскажу изменение обновлений и начну рассказывать очень долгое видео кто донатит во время записи я вас ненавижу я реально я вас ненавижу вы все пора биг булл и подарил пятьдесят один кто победил на чемпионате и когда будет кинострим тут чел интересуется спасибо виви 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 нет нет я сейчас отключу вас это запись вы вы портите все я не хочу делать ремейк никакой я хочу просто грустный север подарил 69 на отмечаюсь по традиции отмечаешься по традиции ты молодец короче это был такой пропуск ребят который отделяет новости просто лиги легенд от новостей нового сезона новый сезон ребят вот полный список всех предметов собранной уже новых обновленных предметов и вообще посмотрите какой гигантский список все это я зачитывать вам конечно же не собираюсь более подробно все эти ссылочки вам скину сможете посмотреть но есть более удобный сайт уже созданный людьми которые сделали тоже все эти обновления в скомпоновали здесь можно прямо билдингом заниматься собирать себе все предметы главное изменение это мифические предметы которые вы покупаете всего в одном количестве вы не можете купить два мифических предмета то есть если вы купили даск блэйд вы не можете еще докупить себе eclipse вы можете только купить даск блэйд либо только eclipse либо только тринити форс и вот так далее и эти предметы усиливают все остальные предметы которые будете покупать своему персонажу а усиление будет с пассивки мифической это мифическая пассивка например у даск блэйда это ability хейст что такое ability хейст а это ребят новое кдр не будет больше у нас кдр так называемого отката заклинаний она пропала этот термин появился новый термин ability хейст по-русски я даже не знаю как его пока переведут наверное скорость заклинаний как-нибудь так его переведут и есть табличка по которой можно понять что такое ability хейст и как его теперь считывать по сути это тоже самое число как у нас есть армор магическая защита и в игре если вы собираете чем больше магической защиты тем больше становится блокировка магического урона по вам но если слишком много собираете то она не особо будет считываться нам сравнивать кдр с ability хейстом чтобы был предел у кдр а максимум а со всеми вашими предметами вы могли собрать себе 63 процента или сколько тут получается ability хейстом можно уходить за сто процентов официально можно уходить за сто процентов это первое что вы должны знать второе где конвертаж конвертацию конечно же надо понять конвертацию и вы тогда увидите что вот он ability хейст это здесь а вот что такое кдр кдр раньше чтобы сделать 25 процентов давайте 45 процентов ну или вот 40 это только предметами чтобы сделать 40 процентов кдр а вы собирали там два предмета например infinite edge плюс black cleaver так делали очень часто то планирую брузеры и получались 40 процентов теперь вам нужно сделать ability хейста 65 даже 66 из 6 десятых чтобы получить те же самые 40 процентов кдр чтобы вы понимали примерно вот так вот схема это идет ну и конечно же начальные почти равные друг другу 20 ability хейст это даже больше чем 20 кдр вы можете видеть 20 ability хейста находится там где находилась бы полосочка 16 процентов кдр то есть получается что начальный показатель ability хейста гораздо более выгодный от 20 там до 40 нежели последующий когда вы идете к сотне чтобы к сотне добраться кдр а вам нужно будет собрать чуть ли не 200 ability хейста и это возможно потому что есть предметы которые это все усиливают комбинацию там не 200 там чуть меньше там 160 надо это возможно вот она математика вот она формула а пользуйтесь есть на здоровье главное пользуйтесь ей во время игры я надеюсь я вас не запутал кому надо тоже оставлю ссылку здесь люди все это почитали и сделали все удобно так конечно просто бегайте здесь по предметам разбирайтесь главное делайте себе а сноску надо собирать один из этих предметов какой вы выберете решать вам если вы играете через адекерри с критами надо выбрать один из этих трех предметов если вы играете через адекерри через скорость атаки вам надо выбрать один из этих трех предметов если вам нужно пробивание брони например ассасина дэшный то какой-нибудь из этих предметов если вы он хит эффект адекерри либо он хит эффект чемпион 1 тут кстати нет таких предметов я смотрю извините тут таких предметов не имеется ну и можно просто бегать по вот этим закладкам. Также у нас и в Лиге Легенд будет, кстати говоря. Есть Файтеры, то есть это Туплейнеры, есть Марксмены, это а-ля Декерри, есть Ассасины, это Дэшный Ассасин, есть Маги, это просто Маги, и я сейчас реально удалю вас всех из друзей. Да-да, слушаем. У нас заканчивалась еще одна новость. Бат Биг был и подарил 69. Проверка оповещения донатов. Прошу. Не обращайте на меня внимания. Можете продолжать запись? Не хотел беспокоить? Да, да. Спасибо. Хорошо. Ухожу. Меня тут нет. Ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви-ви. Его тут нет, ребят. Следующее. На правах и рекламы своего собственного канала Твича, и просто Твича, ребят, Лига Легенд снова сотрудничает с Твичом. Начиная с, если я правильно помню, 7-го числа, 7-го ноября, снова включилась бесплатный Твич Прайм, который вы можете организовать. Даже мне это сейчас советуют, если я нажимаю сюда Клейм, мне говорят попробуй Твич Прайм на 30 дней. Если я там дальше нажимаю, мне он говорит, что мне, к сожалению, дадут только 7 дней, потому что мой регион попадает под 7-дневку только лишь. Но если я продолжу, надо будет просто организовать аккаунт на Амазоне, и бесплатно можно будет купить себе подписку на любого стримера, subscribe. Стример с этого получает денежку, вы на это ничего не тратите. Главное потом, когда 7 дней эти пройдут, отписаться, а иначе могут все же иногда с вас начать списывать денежки. Это правда. Я не собираюсь вас обманывать. Но главное, зачем я это говорю? Тем, что вы можете получить себе либо капсулу, КДА, капсулу, сундук, и в ней вам выпадет как раз-таки КДА кто-нибудь. Либо можете просто скиншарт себе выбить, там любой скин выпадет не только из КДА. 19 ноября появится Мистик скин, 3 декабря появится Мистик скиншарт. Так что дерзайте, пользуйтесь на здоровье. Ссылочку эту тоже вам оставлю. Ну и буду, конечно, признателен вам, если вы это оформите для меня, а не для себя или какого-то другого стримера, который даже вам про это не рассказал. Это я вам рассказал, если что. Дальше. Последняя новость на сегодня, ребят. 10 ноября истекают контракты у всех игроков во всем мире. Все игроки потеряли свои контракты. До 10 ноября они обычно подписаны. По правилам Riot Games с 10 ноября по 10 декабря люди должны найти себе новые команды. 10 декабря должны быть созданы все команды, которые будут играть в следующем сезоне. Так что сейчас нас с вами ждет гигантский просто смены составов по всему миру. Но вопрос, нужно ли вам на эту тему видео или не нужно. Но пока вы еще не успели ответить, Мэйпл, например, стал фриагентом, пока вы не успели ответить, я вам скажу, что Перкс из команды G2 ищет новую команду. У него есть контракт с командой G2 до конца 2022 года. То есть 2021 год он должен играть в команде G2. 2022 год он тоже должен играть в команде G2. Но он потребовал, чтобы он играл на мидлейне. Капс уперся и сказал, что нет, я мидлейн тебе не отдам. И тогда G2 начали искать всячески куда бы его сбагрить. По слухам, он стоит 5 миллионов евро. 5, не, 5 миллионов долларов здесь написано. 5 миллионов долларов, конечно, это другая немножко цифра. Ладно, 5 миллионов долларов он стоит тот, кто его купит. Иначе, ну, просто он останется в команде. Команда пошла ему навстречу, говорит, ладно, хочешь быть на мидлейне, мы будем тогда тебя продавать. Очень сильно этим заинтересовалась команда TSM и Evil Genius, ну, вот тут список есть. Cloud9, Evil Genius, TSM и 100 воров, Team Vitality и Misfit. Team Vitality и Misfit отрицают свою заинтересованность в этом. Это были первые вбросы. TSM-ы никак на это не отреагировали, молчат. Evil Genius и 100 воров сказали, у них нет денег. И больше всего слухов идет о том, что именно команда Cloud9 приобретет Perk's. И если это действительно произойдет, то Sven объединится с Perk's снова, как это было в свое время в команде G2, когда они становились, по-моему, четвертьфиналистами чемпионата мира в 2018, да, году, по-моему, в 2018 году. Да, вот Perk's со Sven могут объединиться. Также фанатики. Вроде как шел слух, что хотят купить его, именно что сами фанатики хотят его купить. Но изначально сразу Perk сказал, я в команду фанатик не пойду. И команда G2 тут же отклонила это предложение. Это было бы забавно, то, что Капса у фанатиков выкупила команда G2, а в итоге фанатики бы выкупили Perk's у команды G2. Ну, такого, конечно же, не произошло. Ну и все, ребят. Да, все. Куча еще у меня новостей. Вы меня сбили, у меня какой-то настрой был, но все сбито. Короче, да, вопрос мой. Хотите ли вы видео по ростерам, изменениям? Второго вопроса больше нет. Это просто пишите да, нет в комментариях под этим видео, там ставьте лайки. А самое главное, ждите сегодня видео по патчу 10.25 25 или какой он там будет, не помню, какой это будет патч. По цифре главное, что это будет предсезонный патч, в котором будут все предметы изменены и нас ждет с вами просто месиво-месиво в ранке. Все, давайте. Всем пока, всем счастливо. Вот эти донатеры со своими 69. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok